Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас с вами будет влог, и я постараюсь сделать его максимально просто длинным, потому что все жалуются. Влоги других блогеров это 40-30 минут, а влоги Айки это просто 13 минут. Если честно, я снимаю много чего, но на процессе монтажа просто половина, даже 60% отправляется в мусорку. Но в этом случае я так делать не буду, я просто буду показывать свою жизнь, и каждый свой шаг буду снимать для вас, и постараюсь сделать длинный влог, если зайдет, если наберет много лайков, и в дальнейшем я буду стараться снимать для вас влоги как можно длиннее. Утром я тоже умываюсь, как и вечером. Я вообще не могу заснуть, если у меня на лице хоть грамм косметики осталось. Вот, кстати, мои реснички еще живые. В общем, я умываюсь вот такой вот пенкой крем для умывания от Натура Керамика. Это серия Натура Сиберика, мне она очень нравится, и сейчас я ее буду умываться и чистить зубки. Я уже села за компьютер. Как вы видите, очки я ношу. Меня многие спрашивают в Инстаграме, что почему ты не носишь очки. Просто дело в том, что когда я снимаю истории, я их снимаю. Когда я снимаю видео, опять же, я их не ношу. А вот когда я сижу за компьютером, вообще мама ругается, мама говорит, что их нужно носить постоянно. Мне, если честно, немножко некомфортно. У меня вот так вот сломались очки. Я на них не садилась, просто здесь шурупчик, он открутился. И теперь я завтра должна буду сходить и отдать в то место, где я купила эти очки, чтобы они мне закрепили. Может, и за деньги, может, и бесплатно. Я не знаю, но когда я их взяла в руки, я вот знала, что вот одна из сторон была такая хлипкая. Я сразу хотела об этом сказать, потом не стала. Но вот, как видите, зря. Надо сразу говорить о том, что есть какой-то брак и неполадки. Теперь, наверное, мне придется за это платить. Чаем, мы будем пить вот эту вот красоту. Посмотрите, сколько штук у меня осталось. Очень много. И многие мне писали, что нужно положить в холодильник, но у меня, в принципе, и в комнате тоже прохладно. Не могу сказать, что прям такая жара. И они у меня не тают. Вот, как видите, они не мягкие. И всем интересно, что здесь. А здесь вот такая вот конструкция. Очень аккуратно сделана. Я, в общем, по столке беру одну и иду пить чай. Смотрите, какой у меня здесь, значит, бардак. Я буду мыть плиту, хозяйничать и все дела. Вообще, я люблю минимализм, когда нету всего вот здесь вот повсюду. Я люблю, когда на столешнице минимум просто посуды. И, кстати, насчет нашего плинтуса. Некоторые девчонки писали, что почему так грязно и так далее. Я вам так скажу, девочки, он не отмывается. Его просто нужно заменить, купить новый и приклеить. И вот скоро после карантина мы этим обязательно займемся. Но пока что как-то так. Просто это не грязь, он просто потемнел. То есть вот эта резинка, которая здесь, она потемнела. И выглядит как-то как будто грязно. Вот, всего-то на все потрачено 20 минут вашего времени. И вот такая вот чистота. Все блестит, все по местам. Ура! Значит, вовсю готовлю себе манты. Точнее, уже приготовила. И сейчас буду снимать мук-банк. Всем привет, мои хорошие. Сегодня уже второй день. Я хотела снять влог одного дня. Но, к сожалению, вечером позвонил мой брат. И мы с ним настолько заболтались. Вы знаете, в последнее время мы как-то не так тесно с ним общаемся. Не обсуждаем какие-то проблемы и так далее. Наверное, это связано с тем, что мы с ним очень разные. Мы смотрим на мир по-другому, реально. Не то, что мы ругаемся, когда мы общаемся. Просто у нас не всегда бывают темы для разговоров. Но вчера я выложила видео, где рассказывала про пакости моего брата. Как вызывали родителей в школу. И он мне угрожал, что нет, ты не скажешь родителям, а то тебе не жить. И он вспомнил эти времена, посмотрел это видео. У него какая-то ностальгия была. И мы, получается, весь вечер с ним как раз-таки обсуждали эти моменты. Вспоминали другие истории, которые я вам расскажу, кстати, в видео. И мой брат не против того, что я рассказываю его вот эти вот похождения, так сказать. Да, ну не все, конечно, я рассказываю. Знаете, о его похождениях можно писать книгу. Я ему всегда об этом говорила. Но сейчас у меня в руках аудитория в ютубе. И почему бы не рассказать всей стране, всей земле о том, что творил мой брат в молодости, так скажем, в детстве. Вот. Поэтому сегодня продолжение этого влога. Потому что вчера я не смогла доснять. Вот. Поэтому мы сейчас идем с вами в супермаркет. Мне надо отдать очки, чтобы их починили. Прикрутили этот шурупчик. А то я боюсь его потерять. И вообще потом надо будет оправу менять. Вот. Поэтому мы направляемся туда. А затем пойдем, наверное, в Браво. Я хочу закупиться продуктами для новых видео. В большие супермаркеты я всегда иду со своим рюкзаком. Потому что мало ли что. Может мне много чего понадобится. И неохота будет таскать это все руками. Беру кошелечек свой. Наушники. И вот такую вот масочку. Которую сто лет уже. Сто лет побед. Мусор. Тем более в таких количествах. Два дня посидели дома. Все. Сейчас скорость гниет. Уже воняет. Быстрее на свалку. Вот так вот в маске я хожу. Приду домой. Сразу искупаюсь. Пока солнышко не так сильно греет. Нужно пойти закупиться всеми продуктами. Еще я хочу снять Цезарь. Вот. Поэтому надо все это купить. Ну все. Я дошла. Но теперь у меня садится зарядка. Какой ужас. Я специально пришла сюда. Чтобы снимать для вас. Что я беру. Как. Что. Почем. Ну а по дороге я слушала музон. И зарядка села. Потому что я на ночь стараюсь телефон не ставить на зарядку. А последний раз я заряжала телефон. Вчера утром. Зарядку держит хорошо айфон. В этом плане вообще претензий нету. Просто я ленивая попа. Забываю ставить на зарядку. И встала сегодня поздно. Поэтому вот так получилось. В маске очень неудобно. Очень жарко. Прям невозможно. Ну говорят, что на улице не надо носить маску. Но я все равно ношу. На всякий случай. Как только я захожу в магазин. Я забываю вообще зачем я сюда пришла. При покупке двух шоколадок. Второй вы получаете с 50% скидкой. Посмотрите сколько здесь. У меня дома есть шоколадки. Поэтому я брать не буду. Главное я сюда пришла из-за курицы гриль. И ее к сожалению не оказалось. Зачем я столько шла. Не знаю. Хожу здесь кругами. Думаю что же взять. Как много здесь интересного. Половина из этого всего. Я даже не знаю что это. Не буду рисковать. Но очень интересно. Такие вот вещи. В разделе морепродукты это все. Мне пришла идея снять мукпанг с Несквиком вот таким вот. Надеюсь что вам понравится. И хоть какое-то разнообразие. Еще купила здесь помидорки. Совсем маленькие черри не нашла. Единственное то что нашла вот. Даже не посмотрела кстати на цену. Не знаю сколько они стоят. Но да ладно. Буду снимать для вас рецептик. Цезаря. Любимый отдел моей мамочки. Смотрите что я нашла. Огромные бокалы как я хотела. И продается по одной штуке. Я все время думаю что же интересное можно купить для мукпанга. Мне кажется очень красиво. Можно постелить перед собой. И на эту штуку ставить еду. Или например есть вот такая вот стеклянная. Но она вся в наклейках. И вообще есть разных дизайнов. Но мне кажется если будет однотонная. Или вот такой вот орнамент. Будет намного красивее. Чтобы не бросалось в глаза. Еще разные дощечки есть. У меня в принципе дощечки то они есть. Мне бы что-то вот такое. Бокал уже взяла кстати. Это тоже возьму пожалуй. Когда захожу в места где продается посуда. Сразу я думаю что же интересненького можно купить для мукбанков. А еще кстати я буду делать карточку в Браво для пенсионеров. Очень выгодно. Подробно вам дома расскажу. Не реклама ничуть. Просто полезная информация. Возможно вы тоже захотите сделать. И получить скидочку. К сожалению моего любимого от Слобода соуса не было. Он просто закончился. Пришлось взять калево. Немножко дороже. И не очень кстати вкусный. Но мне надо снимать видео. И поэтому пришлось взять этот. Взяла два таких тархона. Это любимый напиток моей бабушки. Вот именно тархон. Я всегда меринду покупала с яблоком. Но ей больше нравится именно этот тархон. Поэтому беру сразу две штуки. Ну все. Я уже дома. Я пришла искупала. Сняла для вас мукбанг. Даже смонтировала его. Сейчас он сохраняется. К сожалению больше всего времени у меня уходит именно на то. Чтобы сохранить видео на компьютер. Сначала из программы монтажа. А потом выложить уже в ютуб. То есть сохранить на компьютер это где-то два с половиной часа. И залить уже на ютуб тоже час. Это очень много времени. Не уходит просто так. Поэтому я думаю, что пора уже менять компьютер. И менять интернет. Интернет уже я договорилась. Со следующего месяца я меняю. Я буду платить получается в три раза. Даже три с половиной раза больше. Зато у меня будет просто все летать. Просто будет нечто. Вы будете видеть видео в хорошем качестве. С хорошим разрешением. И еще бы для идеала. Мне бы еще поменять компьютер. Но понимаете, если покупать компьютер, так уже дорогой надо покупать. А дорогой это 150-170 тысяч. К сожалению, пока что я не могу себе это позволить. Поэтому пока что как-то будем обходиться этим компьютером. Но на дальнейшее я собираюсь это сделать. Чтобы видео были супер качественные. Супер хорошие. Я хочу двигаться вперед. Что-то менять. Вкладываться. Но как-то двигаться. Развиваться в общем. А еще такой момент насчет Браво. Я хотела вам рассказать. У нас есть супермаркет. Который делает скидку 10% именно для пенсионеров. Если у вас дома есть бабушка или дедушка. Кто-то, кто получает пенсию. Вы можете взять паспорт этого человека. И пойти с бабушкой, например, в супермаркет. И сделать эту карточку скидочную. Получается. И получать с каждой покупки скидку. Почему нет? От кого-то я слышала, что это скидка в размере 10%. Кто-то говорит 7%. Но даже если 7. Но даже если 7. Это тоже очень выгодно. Почему нет? Вот. Поэтому я занимаюсь этим. Я там у них взяла этот договор. И принесла домой. Бабушка подпишет. Возьму там паспорт. Может даже с бабушкой пойду туда. Но этим нужно заниматься. И если супермаркеты дают нам такую возможность. Почему бы ею не пользоваться? Я стараюсь вообще максимально вслушиваться во все рекламы. Во все вот эти акции. Потому что это не лохотрон. То есть очень часто я вот встречаю, что люди говорят. Ой, например, в каком-то магазине техники до 70% скидки. Ой, лохотрон, наверное. А ты пойди и посмотри. Потому что в большинстве случаев действительно на какие-то позиции 70% скидка. Может быть, эта позиция как раз-таки тебе и нужна. В общем, заболталась. Давайте делать дела. В принципе, уже в инстаграме я вам показала. Но я думаю, что есть зрители, которые не подписаны на мой инстаграм. Поэтому покажу и здесь тоже. Я купила вот такой вот ковлик. Мне он очень понравился. Обычно я стелила на коробку фольгу. И как вы видите, от фольги вот такой вот шум. Поэтому я подумала, что лучше будет взять вот такую вот штуку. Посмотрим, как будет смотреться в кадре. Если вам понравится, куплю разноцветный. И буду каждый раз стелить разные. И еще я купила свою мечту. Наконец-то я взяла себе огромный бокал. Просто нужно эту штучку отклеить. И сегодня прям буду снимать мукпанк. Налю себе какой-то сок апельсиновый. И буду такая, как королева. Просто единственное, что мне не нравится. Я не знаю, может мне кажется. Но у меня почему-то такое ощущение, что бокал такой туманный. Как будто он грязный. Но я помою, покажу вам. Стоил он недорого. Что-то в районе трех монат. Вот. Для мукпанка уже давно искала. Наконец-то. Красота. А сейчас я вовсю готовлюсь к видео. Буду снимать для Айкука Цезарь. Все подготовила. Так много готовить не буду. Потому что бабушка вот такие вот майонезы, соусы не кушает. Поэтому чисто для себя. Чисто для мукпанка. Потому что и мамы тоже дома нету. Некому будет это все кушать. На этом все. Хотя видео получилось очень коротким. В общем, как всегда. Я наснимала до хрена всего. Если честно, просто на процессе монтажа, как всегда, все это отрезала. Я просто уверена. Если бы я это все оставила, вам было бы неинтересно смотреть это видео. До конца. Всю дорогу в Браво я рассказывала историю. Которая никому в конце бы не была бы интересна. Я немножко болтливый человек, если честно. И вот как только я открываю рот, меня прям не заткнуть. Это очень плохо. И с этим нужно как-то бороться. Сюда и в Браво я там снимала много. В общем, я очень извиняюсь, ребята. В следующий раз я вот постараюсь. Я вам обещаю реально сделать очень длинный влог. Вот. И прям снимать все. Но в этот раз, к сожалению, не получилось. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте подписываться. Ставить лайк этому видео. И если вы хотите влоги, то пишите в комментариях. Я буду для вас чаще снимать. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Не знаю, к чему это. Просто привычка. Всем пока.